А почему именно Казахстан в таком случае? Почему вы выбрали именно эту страну? Состояние казахстанского интертеймент-бизнеса где-то на уровне корейского, который был лет 15, может быть, даже 20 лет назад. То есть возможностей много, рынок еще не развит, и я считаю, что это отличная возможность. То есть я подумал, что можно было бы хорошо систематизировать саму подготовку звезд, так как талантливых ребят очень много, и людей, и певцов, и исполнителей очень много. Но сама подготовка, она не того уровня, который сейчас на мировом рынке, поэтому я думаю, можно было бы привести как раз вот эти технологии. Потому что именно корейская система подготовки звезд, то есть именно интертеймент-бизнес Кореи, он признан во всем мире и считается одним из передовых. Мистер Хван, а правда, что подготовка заключается в том, что берутся очень молодые дети, маленькие дети в возрасте от 6 до 12 лет, на подготовку идет 5-6 лет, в течение этого времени их учат танцевать, петь, и даже прилагается где-то пластическая хирургия, и только после этого их выпускают на сцену. В целом подготовка звезд занимает от 2 до 3 лет, бывает подготовка занимает до 10 лет. И это зависит от компании, которая этим занимается. И вот вопрос касательно пластической хирургии, он тоже зависит от политики каждой компании. И сейчас уже тенденция на рынке Кореи такова, что рынок постепенно отходит именно от пластических операций звезд, больше упор делается именно на правильный подбор стилистов, именно вот в этой сфере усиливается работа. То есть здесь уже работают именно стилисты-парикмахеры, здесь работают в целом стилисты по одежде, здесь работают визажисты. И благодаря именно этим составляющим человека можно изменить просто на 180 градусов. Интересный вопрос, наверное, для участников того конкурса, который ожидается в будущем. После того, как некоторые из них выиграют ваш конкурс, их повезут к вам на родину, они пройдут какие-то курсы, обучение, а потом вы их к нам вернете, или же они продолжат путь как бы из вашей страны уже на более широком масштабе? Неважно, какой это рынок, корейский рынок, шоу-бизнес, казахстанский рынок, шоу-бизнес. Я считаю, что главное правило остается неизменным. Для того, чтобы выходить на международные рынки, нужно завоевать прежде всего свой собственный рынок. Поэтому задача будет заключаться, конечно, первым делом завоевание именно казахстанского рынка после подготовки их в Корее. А дальше, естественно, их ожидает уже путь в мир. Но дальше уже они будут самостоятельно продолжать путь, да? Или вы предполагаете, что этот проект, он будет полностью ваш, и вы будете в дальнейшем продвигать их? Конечно, эти планы, они уже долгосрочные. Мы прорабатываем этот вопрос. Думаем, в Корее, допустим, мы, конечно, стараемся всегда их держать под вниманием своим. В этот вопрос мы еще посмотрим. То есть, ну, вообще, конечно, желательно с ними идти до конца, быть вместе. А само участие известного исполнителя ПСА какое в этом проекте? Вы представляете официально его, он будет сам участвовать в этом проекте? Как я говорил, для того, чтобы запустить наш проект, нам нужно привлечь максимальное внимание населения. Поэтому мы хотим провести концерты, то есть мероприятия, которые будут вступительными. И вот именно на этих мероприятиях, конечно, будет выступать лично ПСАИ, и не только он, также планируем привезти других звезд из Кореи. А дальше уже, когда команда наберется, когда мы будем отправлять в Корею и обучать, допустим, тот режиссер, который смоделировал видео, как нам ставил для ПСАИ, он лично будет работать именно с клипами вот этой группы. Потом есть хореографическая группа, которая придумала танец «Всадника», известный этот танец. Эти танцоры будут обучать именно танцам казахстанскую группу. Ну, какая планируется в дальнейшем программа? Куда поедете-то теперь? В первую поездку не успели много куда, на Чимбулак поднялись. А теперь? В этот раз мы с нашими партнерами решили покататься на лошадях.